Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Половой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан только за 9 месяцев прошлого года вырос почти на 18%, что составило в денежном выражении более 22 миллиардов долларов. Несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года, отметил премьер-министр Казахстана. В Астане прошло очередное заседание Совета. По словам Алихана Смаилова, важное условие улучшения инвестиционной привлекательности – это предсказуемая и прозрачная налоговая политика. Чтобы перезагрузить фискальное регулирование, разрабатывается новый налоговый кодекс. Он предусматривает переход к дифференцированным ставкам и упрощению специальных налоговых режимов. По итогам о встрече премьер подчеркнул, что правительство открыто к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества. 55 инвестиционных проектов намерены реализовать в этом году фермеры в Костанайской области. Это позволит трудоустроить больше 600 сельчан. Один из таких проектов воплотили в жизнь в одном из сел Сарикольского района. Механизированный комплекс уже работает. На территории построены и два склада, вместимостью 5 тонн каждый, а еще появится лаборатория. Общая стоимость проекта превышает миллиард тенге. Главная особенность нового комплекса – автоматическая сортировка зерна. Из первой фракции выделяется первая категория. Вторая категория – это семенное зерно. После этого на элеватор идет товарная пшеница. И последняя фракция – это уже на корм для домашнего скота. Казахстан. 201 мужчина и 80 женщин. Их средний возраст – 45 лет. Также состоялась жеребьевка, которая определила порядок политических партий, в котором они будут располагаться в избирательных бюллетенях. По ее итогам партия Аманат стала первой. Далее идут Народная демократическая и патриотическая партия ООЛ, Республика, Народная партия Казахстана, партия Зеленых Байтак и далее АКЖОЛ и Общенациональная социал-демократическая партия. Рассказали в ЦИКе о количестве зарегистрированных иностранных наблюдателей. Зарегистрировано 79 наблюдателей из 9 иностранных государств и 3 международных организаций. На сегодняшний день Министерством иностранных дел предложено зарегистрировать 4 наблюдателя из 2 иностранных государств и 1 международной организации. Из них две кандидатуры от Королевства Бельгия, одна кандидатура от Кыргызской республики и одна кандидатура от миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека. Представители шести политических партий, участвующих в предстоящих выборах в Мажелисе и Маслехате, подписали меморандум за честные выборы. Эту инициативу не поддержала лишь партия ОСДП. Документ закрепляет намерение действовать исключительно в рамках законодательства, а также вести открытую борьбу в агитационный период. Председатель партии Аманат Ерлан Кушанов отметил, что данный меморандум – большой шаг к формированию в стране новой политической культуры, базирующейся на честной конкуренции. Так, политические организации договорились не распространять информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию друг друга и кандидатов, не допускать любые злоупотребления на избирательных участках, а в агитации придерживаться законодательства и международных стандартов. Железнодорожные пути в Кунаеве могут перенести за пределы города. Новый областной центр расширяется. В планах построить современные социальные объекты и жилые дома, и железная дорога не должна стать этому преградой, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития. Во время визита в регион Марат Карабаев ознакомился с ходом строительства автомобильных дорог. Как мечу, в этом году в Алматинской области планируют сдать в эксплуатацию новую объездную трассу протяженностью 66 километров. На 80% бетонные работы завершены. На сегодняшний день в этом году остаются подъездные пути к этой эстакадной части и открытие движения планируем в этом году. Что касается Баката, то Бакат участок 66 километров протяженностью, дорога первой категории с шестью и четырьмя полосами движения. В настоящее время дорожные работы, асфальтно-бетонные работы завершены на объекте. Ведутся работы по обустройству, это установка ограждений, дорожных знаков и соответствующие системы, интеллектуальные системы. Аграрии Туркестанской области внедряют водосберегающие технологии. Преимущества системы полива уже оценили фермеры Келесского района, где нехватка воды ощущается особенно остро. Применение новых технологий позволит засеять территории, которые раньше использовать было невозможно. Алтынбек Каратаев одним из первых приобрел дождевальную машину. Теперь, говорит фермер, беспокоиться за полив не приходится. На дождевальную систему полива мы перешли с прошлого года. Это очень выгодно, потому что все реки и каналы находятся в низине, воды мало. За ночь успеваем полить 3 гектара. Процесс полностью автоматизирован. У нас 30 гектаров земли. Всё поливаем с помощью дождевальных машин. Сеем люцерну, кукурузу, лук. Всхожесть хорошая. Фермеры района приобрели 15 дождевальных машин. Такой системой полива охватили 315 гектаров сельхозугодий. Она позволяет экономить воду и обеспечивает равномерное увлажнение почвы. Часть расходов на покупку дождевальных машин аграриям в виде субсидий компенсирует государство. Техника наших хозяйств готова к весеннеполивым работам. В будущем планируем увеличивать количество таких машин, что позволит использовать воду рационально. В тех районах, где ощущается дефицит влаги, проводим разъяснительную работу. И с помощью господдержки планируем внедрять новые технологии. В Келецком районе более 5000 хозяйств. Больше ста из них – производственные кооперативы. Остальные – небольшие фермерские хозяйства. По словам специалистов, к внедрению новых технологий аграрии проявляют большой интерес. Наталья Салькова, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Хабар-24, Туркестанская область. Трехкилометровая пробка образовалась из-за схода лавин в горах Кыргызстана. Сотни машин застряли в ожидании расчистки дорог. Движение временно ограничено на части трассы Бишкек-Ош, на которую ночью сошла снежная масса. Это около 180 тысяч кубометров снега. Курортные города Батуми, Кутаиси и Кабулети в Грузии засыпало снегом. Такая непогода для этих регионов не свойственна, потому создала серьезные проблемы для местных жителей. Снежный покров в высокогорных районах достигает 2 метров, в низинах до полутора. Парализованы сельские дороги, ведущие к центральной трассе. Повреждены линии электропередач. В высокогорной Аджарии прекращен учебный процесс в школах. Кутаиский аэропорт работает с перебоями. Очистка дорог идет круглосуточно. Более 20 тысяч абонентов пока остаются без света. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии затянется до конца месяца. В течение трех дней фактически во всех муниципалитетах Эмеретинского района идет интенсивный снег. Такого снегопада тут давно не было. Мы, конечно, реагируем. Все департаменты и муниципалитеты круглые сутки работают для восстановления дорог и электричества. В Турецком Хатайе спасли семью из трех человек. Их обнаружили сотрудники МЧС Кыргызстана. Пострадавших извлекли из-под завала спустя 296 часов. И немедленно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, 12-летний ребенок скончался. Кроме того, еще двое детей этой семьи погибли под обломками. Всего за день в Хатайском регионе спасатели обнаружили под завалами 6 человек. По официальным данным в Турции от землетрясения погибли уже больше 40 тысяч человек. Многие числятся пропавшими без вести. В соседней Сирии число погибших больше 5 тысяч. Впервые за последние три года на Тайвань прибыла правительственная делегация КНР из Шанхая. В ее составе 6 человек. Возглавляет заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяо Дун. Официальные лица материкового Китая примут участие в фестивале фонарей. И обсудят укрепление контактов с администрацией города Тайбэй. На их приезд негативно отреагировали сторонники независимости Тайваня. Десятки демонстрантов устроили акцию протеста. Напомню, в Пекине считают Тайвань своей провинцией. При этом Тайбэй настаивает на независимости. В Туркестанской области отремонтируют здание одного из самых старых театров страны. Построили его еще в середине прошлого века в городе Житысай. Об этом на встрече с местными жителями рассказал министр культуры и спорта. Асхат Уралов посетил несколько районов области, побывал на туристических объектах и пообщался с сельчанами. Подробности у Рауля Габитова. Туркестанская область по праву можно назвать историческим и культурным центром страны. Посмотреть тут есть на что. Взять хотя бы городище Отрар, где археологи вот уже много лет ведут раскопки и постоянно находят интересные артефакты. А неподалеку от этого места расположен дом, в котором когда-то жил и сочинял свои композиции король казахского вальса Шамша Колдаяков. Его сейчас превратили в музей. Все желающие могут посмотреть на музыкальные инструменты и предметы быта, которыми пользовался композитор. Министр культуры и спорта посетил культурные объекты и пообщался с местными жителями. Нам сегодня пообещали, что поднимут нашу зарплату. Новость очень хорошая. Мы рады, что библиотекарям стали уделять больше внимания, ведь мы выполняем важную работу. Побывала Асхат Уралов и в знаменитой шардаринской школе по армрестлингу. Она одна из лучших в мире. Ее воспитанники регулярно выигрывают международные соревнования, а именитые спортсмены из Европы и Америки приезжают к ним обмениваться опытом. Особого секрета наших достижений нет. Большую роль в этом играет дисциплина. У нас с этим строго. Тренеры постоянно говорят о том, что важно быть не чемпионом, а просто хорошим человеком. Ну и, конечно, необходимо интенсивно тренироваться. Отсюда вышли больше 70 чемпионов мира, десятки призеров первенства Азии и других крупных турниров. Сборная Казахстана по армрестлингу больше чем наполовину состоит из шардаринских спортсменов. Они, по словам специалистов, почти всегда гарантируют золотые медали. Для местных ребят, которые выезжают на международные соревнования со стороны Министерства и областного управления спорта, должны быть созданы все условия. В ближайшем будущем мы планируем направлять сюда ребят из спортивных клубов других регионов для обмена опытом. Думаю, это повлияет на результативность наших спортсменов в целом. А вот один из старейших драмтеатров региона, расположенный в ЖТСАЕ. В свое время он дважды становился лауреатом международных фестивалей. В скором времени здание театра приведут в порядок. Это на встрече с жителями пообещал министр культуры и спорта. Он также заявил, что коллективу окажут помощь для обмена опытом и проведения гастролей. Рауль Габитов, Жандос Жумабек, Ербулат Абишев, Хабар-24. Более 20 тысяч казахстанских музыкальных инструментов смастерил за три десятка лет житель села Далень в Бескарагайском районе в области Абая. А заказы на дамбру умелец получает и из-за рубежа. А всем утешивая с подробностями. В небольшом цехе Болат Шаманбай проводит почти все свое время. Вот и сейчас делает заготовки для будущей дамбры. Процесс хоть и недолгий, но кропотливый. Любая деталь может повлиять на звучание. Чтобы изготовить инструменты для детей, используют недорогие материалы. Корпус береза, дека сосна, гриф сосна, накладки береза. Головки там все, это тоже береза. Это самый простой материал, который доступен. И неплохие дамбры получаются. И звучание неплохое. Но это не профессиональные дамбры. Профессиональные дамбры немножко с дорогого материала делаются. На них еще больше времени уходит. Болат Шаманбай – токарь по профессии. Первую дамбру изготовил 30 лет назад. С тех пор смастерил более 20 тысяч экземпляров. Основную часть заказов выполняет, как говорится, оптом для школьников и музыкальных коллективов. Наша школа, класс дамбры существует уже более 23 лет. И мы все это время заказываем у Болата Шамана дамбры. Дети без Карагайского района очень талантливые. Они занимают не только в республиканских, областных и международных конкурсах тоже. Я такие дамбры простые делаю специально для детей, которые начинают. Просто на подарок у некоторых сейчас возможности-то не очень. Купить там за 200, за 100 тысяч. Спрос на национальный инструмент растет. Получают заказы даже из-за рубежа. Вместе с напарником мастер Болат изготавливают по одной дамбре в день. Но несмотря на количество, к делу относятся с трепетом. И в каждую дамбру вкладывает любовь. Это ведь тоже влияет на звучание, признаются они. А с имутешивами идет Мирханов, Хабар 24, область Абай. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.